ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД опровергло информацию о том, что с 1 июня этого года за использование автомобильных шин не по сезону начнут штрафовать на 500 рублей. В ведомстве пояснили, что данная инициатива еще обсуждается. Будет ли она принята и когда вступит в силу, неизвестно. Ранее сообщалось, что правом определять сроки замены резины наделят региональные власти. ТРАССА 101 В Госдуму в очередной раз внесен законопроект об отмене транспортного налога. Авторы документа указывают на несправедливость сбора. Дескать, водители уже платят налог акциз, включенный в стоимость горючего. Нет никаких сомнений в том, что инициатива, как и раньше, будет отклонена под предлогом того, что если налог упразднить, региональные дорожные фонды потеряют миллиарды рублей. ТРАССА 101 Появилась кое-какая информация о следующем поколении Toyota Land Cruiser. Машина, по всей видимости, получит индекс 300. Неофициальные источники сообщили, что основным мотором для внедорожника станет 420-сильный бензиновый агрегат объемом 3,5 литра. Будет также дизельный двигатель мощностью 309 лошадей и объемом 3,3 литра. Производство новинки стартует в июле этого года. Сейчас цены на новый Land Cruiser 200 начинаются почти от 5,5 миллионов рублей. ТРАССА 101 Компания Renault приступила к испытаниям семиместной версии Duster. Машина получила приставку Grand в названии. Возможно, автомобиль представят до конца этого года. По неофициальным данным, его длина увеличилась на 16 сантиметров. Подросла и колесная база. Что касается моторов, то тут изменений, по крайней мере, кардинальных не произойдет. ТРАССА 101 Беспилотник на базе универсала «Лада Веста». Оказывается, такой уже есть. Любопытное и весьма нужное применение ему нашли в Москве. Автомобиль работает на территории больницы имени Пирогова, перевозя анализы между корпусами. Сообщается, что тем же самым в недалеком прошлом здесь занимался беспилотный «Форд Фокус». Почему от него отказались, неизвестно. Но, может, анализы потерял или разбил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания.